МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас полдник. Выглядит, как старые тараканы. Обратите внимание, это реально тараканы, значит... Это не тараканы, Ваня, не разводи. Реально? Ну что не разводи, а выглядит, как... А, ну это принципиальный вопрос. Извините, пожалуйста, я не так это насекомое обозвал. В общем, я вам так скажу. Ситуация у нас дрянь. Я прыгнул, у меня болит ухо, а Рафала сейчас чувствует, взорвется жопа. Через полчаса, и после этого, как он съест, это дрянь. Будем доставать медикаменты. Я только что посмотрел, табличка вверх ногами, чуть ли не перевернул. Значит, это какие-то там черви или щелкопряды, не знаю. Написано, Китай, а английская параша какая-то. Ну вот, 120 калорий, оно даже еще и не калорийное ни хрена. Протеина, зато 12 грамм. 12 грамм протеина. Вот именно. Вот съешьте это, и у вас жизнь будет на 12 грамм протеина лучше. Ну, а по-моему, блин, морально вы будете уничтожены, блин, съев это говно. Итак, ладно, смертельный номер. Рафал Стаховский переходит на подножный корм, но, честно говоря, по-моему, даже под ногами такое говно не живет. Рафал Стаховский. Они вкусные. Что вы хотите сказать в свое оправдание? Как вы дожились до такой ситуации? Они, как орехи, очень вкусные. Это в Корее, это присмак, как можно говорить. Присмак, деликатес? Деликатес. Да, вот медленно можешь показать, что ты вот как бы это ешь. Вот так вот. Погоди, погоди, я хочу показать, что это... И как ты им наслаждаешься. Черви. Вот так вот плавно в рот, и вот он реально это ест. Жует. Фу, блин, меня вывернет. Я же придумал. Дядька, тебе же скоро почти 50 лет, ты пришел на пляж, принес червей ей. Какой кошмар. Ладно, а я по мэришечке пройдусь. Дешево, сердито. Дешево, сердито. Дешево, сердито. У нас такой интересный момент Мы решили сесть на автобус Я живу больше 4 лет на острове Уаху И ни разу не пользовался автобусом Мне кажется, это будет интересный момент Заодно и вам покажу, как это все дело Выглядит Мы нашли одну из самых живописных автобусных остановок Посмотрели в интернете Автобус должен быть минут через 10-15 Посмотрим, сколько это стоит Какой блюд ездит на автобусах Потому что никогда не было необходимости У меня всегда на острове была машина Это как бы первый момент Но хотим вам показать в качестве изучения вопроса В случае, если вы потерялись Нужно преодолеть определенное расстояние Не пешком, а на автобусе Почему едем на автобусе? И почему мы решили не идти сейчас Ответ простой Будет пустырь Приблизительно мили, наверное, 4-4,5 То есть ничего не будет сверхъестественного И мы немножко отстаем по графику Поэтому решили скоротать время И при этом показать вам гавайский автобус Маски обязательные 60-й Сейчас мы кешем Позолотим ручку Проезд 2,75 Это 4-3, да? Спасибо, мэм Спасибо Это напомним Пожалуйста, присоединяйте к автобусу И человеку с проблемой Надо старым людям отдать места Старым людям отдать места Короче, вот такие вот автобусы у нас И кто-то очень любит ее работу Все в масках Но людей, к сожалению, вообще нет Слушай, прикольно Пустой автобус вообще Во всем ковид виноват Во всем виноват Коля Какой-то ковид Это первый раз я в Америке еду в автобусе Ну ничего особенного нет, я бы сказал Интересные вот такие вот приблуды Типа поручни Там еще какая-то ограничителька Кнопка Это, наверное, остановка по требованию Да Вот такие вот красные приколы Типа Еще-таки провода Это остановка Просить остановку Что еще прикольная фишка Здесь все На китайском, английском И еще каких-то языках И гавайском Вот так вот это все чудо-юдо выглядит Китай медленно, но уверенно Атакует Уже везде Уже мало то, что на английском У нас уже везде на китайском Ладно, посмотрим, как это все будет Поглазеем В окно На Гавайи Через окно автобуса Кондиционер тут офигенный Кстати говоря Кондиционер тут очень классный Кондиционер А вот Лехать приятно Слушай, едешь как по ЮБК На троллейбусе, смотри Едешь в автобусе А у тебя вот там сразу за окном океан По-моему, очень круто Но на ЮБК нету в троллейбусах кондиционера А я вот, кстати, или не знаю Ребята, кто сейчас по ЮБК катается на троллейбусах Скажите, есть у нас кондиционеры или нет Ребят, конечно, до Птушкина мне еще далеко Но один дельный совет Я вам таки дам Если вы на Гавайях захотите Ехать в автобусе Прежде всего Не едьте в мокрых шортах Вот мы помыли только что Покупали, сели в мокрых шортах И ощущение Что бубенчики скукожились Просто кошмар Просто очень-очень холодно Кондиционер рубашит так Что вот Как бы на Новый год на Гавайях снега нет А в автобусах он есть Мне вообще было интересно Кто ездит на этот автобус Потому что мы проехали уже минут, наверное, 15-20 И вообще ни одного пассажира нет А тут зашли какие-то попутчики Но судя по всему Автобусы на Гавайях нужны Для молодежи, у которых еще не получили права Это не только те, у кого DUI У которых по Бухаловой права отобрали Очень, я так понимаю, много тинейджеров Которых прав еще нет И они могут ездить на автобусе Без родителей, без никого Малолетки разные Довольно-таки популярная тема для молодежи Вот так вот Не бабушки-пинционерки на автобусах ездят А именно молодежь, которая еще не получила права Ребят, позади меня дерево, которое называется Баньян И конкретно это дерево участвовало в большом количестве съемок В разных фильмах Пираты Карибского моря Сериал Lost Тоже есть кадры именно с этим деревом То есть, по сути дела, вы когда сюда приходите Все равно, что посидеть и поболтать с Джонни Деппом Вот такое вот у нас классное дерево здесь на Гавайях Сейчас его стараются спасти Окружили всесторонне, потому что оно начало болеть Надеюсь, у них получится И они сохранят это живописное, очень-очень красивое место Заметьте, сейчас специально запишу Предлагал мужикам скупнуться вот в этой воде Обалденная вода И она прям манит меня Но мужики сказали нет Учитывая, что они здесь на правах гостей Мы двигаемся дальше, ребята В этот раз идем прям по пляжу, вдоль пляжа И нам идти, наверное, миль 10-15 Вот, ребята, мы вышли на Дикий пляж Я, на самом деле, рассматривал вариант вчера тут Именно остановиться на ночевку Но мы импровизируем Обалденные лошадки Классная прогулка Hello, guys You have fun? Всем известно, что Гавайи были сформированы вулканами Да, вулканическими породами И там, где лава выливалась и соприкасалась с водой Формировались вот такие вот интересные прибрежные зоны Это все результат лавы, вулканов Как это все? Бульки такие, да? Все это тут Ну, ладно, подходим к месту, которое называется Turtle Bay Resort Шикарный пляж, интересная, довольно-таки уже старенькая гостиница Ну, и здесь небольшая такая штучка, интересное описание Значит, 8,5 миль трейл И вокруг нас территория 600 акров Чуть больше 600 акров Ну, и вот, собственно, такая вот у нас интересная схема Мы этот билдбокс пропустили Значит, вышли и двигаемся на данный момент вот к этому резорту Наверное, мы его обойдем немножко по дороге Может, по пляжу пройдемся и обойдем вот эту вот часть Но основная фишка, мы сегодня хотим дойти вот к этой точке, да? Попробуем выйти именно сюда Может, даже получится А, как вкратце карта выглядит у нас А, вон мы, соотечественники, нашли веревку Что могут делать двое бывших военных, когда находят веревку в лесу? Конечно, они на ней катаются Не знаю, как качество звука будет Но, в общем, мы пришли на ферму с лошадками Прям возле океана Именно отсюда начинаются прогулки Наверное, тут будет немножко ветер, потому что ветрено В общем, сам Фа, хотим пойти узнать, сколько стоит прогулка на лошадях Сейчас идем в офис где-то там на ферме Поболтаем Вообще, лошадки, это здорово, очень классно Огромные такие красивые животные Ну, а вот особенность гавайского доверия Обратите внимание, мы пришли на саму ферму Тут вот стоят лошади Это мои пацаны, уже ребята ходят Офис полностью открыт, вообще никого нет И висит такая вот табличка Вот Написано, что ребята, видно, ушли на трейл где-то с другими людьми Никого нет Пишут, возьмите просто Оденьте шлем Запишите, подпишите в Everphone И ждите, когда кто-то придет Но сам факт, что можно зайти везде Гулять И в офисе, как вы видите, абсолютно никого нет Ни одного человека на ферме нет Шлем, оборудование, компьютер И все вот так вот просто стоит Прямо вот на берегу океана По-моему, прикольная фишка Вот И лошади стоят И ферма полностью пустая Мы походили вокруг Ни одной живой души Видно, очень мало людей работает И те, кто работают Они же занимаются Прогулками А это, походу, стоят те лошадки На которых еще пока Мест никто не катается Вот с такими вот Все одно По-моему, очень круто Поэтому, если захотите покататься Я уверен, что Прогулка на лошадях Прямо возле океана На берегу океана Это очень круто Обязательно Они сюда будут вернуться С моей семьей Прокататься Прокататься Прокатиться Лель Я помню тебе В этот момент Не взгрустнулась Вас не хватает В общем, ребята Мы шли-шли Не нашли Ни одного нормального магазинчика Где можно купить пивко И решили остановиться Возле гостиницы На Торталбэй Думали, сначала будет секьюрити По закону штата Гавайи 20-фитовая зона То есть 20 футов От линии океана Никто не имеет права Иметь частный пляж Поэтому можно подойти Пройтись полностью по периметру За исключением Военных баз На территорию военных баз Вы не попадете Нельзя Там Неви И так далее И тому подобное Но вот гостиница Там секьюрити К нам подошел Говорит Вы тут, не тут Я говорю А где пиво Друг мой Он говорит Так вот в лобби-баре Есть пиво Ребята Вы что тут делаете Я такой Все понял Ну Вот этот Мужчина Этот работник Секьюрити И мы пришли В гостиницу С ребятами Выпить по бокалу пива Сейчас идем Посмотрим Как выглядит местный бар И что вы думаете Ребята Мы таки приземлились В одной из гостиниц В баре И у нас сейчас Будет пару пива Пару всего по пару Парам-папам Такой классный Пляж С обалденными официантами Классный бармен Сразу предложил нам То что нужно За наши же деньги Кайбошка Коньяком Правда за наш счет Уврачал Тут все за наши бабки Но мы сегодня кайфуем Мы отдыхаем Сегодня день ветерана Мы сделали Такую классную остановку Перекусим Попьем пивка И двинемся дальше В путь Потому что нам еще Идти и идти сегодня Успеть днем Ночевка Потому что завтра Ночуем уже в джунглях А сегодня у нас Последний раз Мы ночуем Прямо на берегу океана Еще один момент Хотел сказать Мы сейчас Находимся на территории Гостиницы Turtle Bay Покажу где И как это находится Фишка в том Что вокруг нас Огромное количество Отдыхающих Которые потратили Тысячи и тысячи долларов Чтобы приехать сюда Здесь отдохнуть И посидеть в этом баре А мы сюда приехали На автобусе За 2.75 Сидим и отдыхаем Точно так же Мне кажется В этом есть прикол И никто Всем до одного места Что мы сидим С рюкзаками Никто не знает О том Что мы ночевали На улице А завтра будем Тоже ночевать На улице Вот такая Вот прикольная тема Мне кажется Это очень интересно Мне кажется В Турции Или Египте Не получилось бы Так зарыться Зарулить В какую-то гостиницу И сидеть Отдыхать А здесь можно Добро пожаловать на Гавайи Итак Я хочу взять еще Попинаколадник Вкусный коктейльчик Какой-нибудь С бананом С ананасом А что-то такое местное И пойдем Вдоль пляжа На самую Северную точку Острова Уаху И я думаю Блин Это будет Как раз Красота Я думаю Жалко Блядь Нету С нами Земляем Ухом Есть кого Вспомнить За них Отлично Двигаемся дальше Продолжаем Наконец-то движение Мы смогли Мы смогли Сумели По-мужски Вырваться С этого бара Было нелегко Но мы это сделали Взяли с собой Коктейльчик Батя нам В таком Стаканчике Сделал Налил сюда Рома От души Вот именно От души Батя От души В душу Налил И мы сейчас Двигаемся Дальше Наша турная Продолжается Но сначала Нужно пройти Все эти Шикарные пляжи Очень интересное место С одной стороны Обрати внимание Там вот сзади Это поле Легольфа Которое размещено На площадь Больше 600 Квадратных Акров Очень большая площадь А с другой стороны Обратите внимание Видите эту лагуну Где детки купаются С родителями Вот эта вот Вся лагуна Это одна Большая Бульбочка От Извержения Вулкана То есть Вот этот вот Огромный шарик Надулся Лопнул И вот теперь Здесь Такая голубая Красивая лагуна Чтобы можно было Отдыхать здесь Об этом всем Написано тут По моему Блин Просто Обалденно Короче Блин я пусто Начал запись Рафал Повтори эту фразу Почему мы должны Срезать Кокосы Молодые Маленькие Да Кокосы Надо Пить Когда они Молодые Зелёные Потому что Когда они Уже взрослые Они Делают Что Человеку Хочется Срать Да Блин Короче Кокосы Которые Вызрели Очень Переспелее От них Может быть Понус Вот такая Тема Ладно Рафа Стуховский На Изготовку К бою Бронебой На Подкалиберном Давай Да бросайте Свою камеру Никому она Тут не нужна Мы в таком Месте Ребята Что тут Вообще Нахрен Никто Никому Не нужен Кроме Мы Друг Друг Значит Рафал Лезет Синий Вот туда Наверх Искать Кокос У нас Кокос Есть Давай Так Ты Нож Не Бери Потому что Ты с ножом Синий Выглядишь Да Упадешь И поломаешь Мне нож Давай Рафал Стаховский Так Где-то Тут Мы Голосуем За Рафала Рафал Давай Тебе Дать Веревку Блять Он еще и в джангл Бутс Туда лезет Это жестокая жесть Ужас Такой Ужас Может снимешь ботинки Это босиком Первая попытка Не получилось Ни в затяг Давайте я попробую Делаю монтаж Видеоролика Сейчас И у меня Двуякие Мысли На тему Всего Последующего Того Что вы увидите Я долго Думал Надо выставлять Не надо Выставлять Первый момент В котором Должен сделать акцент Употребление Алкоголя Это Вредит Вашему здоровью И можете чудить Разные Не всегда Правильные вещи А второй момент Который я хотел сказать Я пью Крайне Редко И в очень хорошей компании Это был день ветерана И мы отлично Отдыхали Позволил себе Немножечко Лишнего На веселе Плюс было Обалденно Яркое Шикарное Солнце И батя нам сделал Шикарную Пинаколаду И плюс Очень важный момент Который Я хотел сказать Мы Люди Мы Ютуб Делаем Но при этом Я ненавижу Ютубные ролики Где все Вылизано Выслащено И все Идеально Прекрасно Вот эти вот Особенно Семейные Блоги Где Блин Там все Пукают Одуванчиками Я Обыкновенный Мужик И дал Нормально Джазу Поэтому Собственно Кто не хочет Смотреть Не смотрите Критика Приветствуется Но Как и есть Я этот Видеоролик Принципиально Решил оставить Себе на память Я не думаю Что это Хорошая идея Потому что Там Как будет FireEns По-английски По-русски Горячие Моревейки Так нельзя Так нельзя Ходить Там FireEns Они ходят Поверху Тебе на яйцо FireEns Пойдут Как FireEns Будет По-русски Закройте Рафаулу Рост Я не знаю Как сказать Ну Дословный перевод FireEns Это как Горячие концы Концы Это Конец Как Конец Конец Это конец Да Горячие концы Слушай Ну если они Пацан Принципиальный Если они Покусают тебе Яйца Они Сделают Себе Побольше Я думаю Что жена Будет Довольна Закройте Рот Этому Поляку А то я не залезу Но жена Будет довольна У Вани Будет большой Конец Ты когда-то По пьяни На пальму Залазил Я вообще Никогда Я по трезвяни Даже на пальму Не залазил Ну Манка С тебя Такая Достаточно Хорошая Красава А я не спешу Красава Спеши Потому что Там много Муравей Ух ты Я думаю Что сейчас Все муравеи Попали ему На тело И Начинают Кусать Начали Кусать Еще Еще Нет А Файер Энс Ты говорил Это Энс Гарет Красные Муравьи Вот это Красные Муравьи Вот это Я хотел Энс Лайк Энс Лайк Энды А это Энс Муравьи Это Красные Муравьи Гачи Иван Не стоит Захода По-моему Надо Даже Выклистят Но Если Я тебе Сказал Что Тед Будет Ёб Твою Мать Красные Муравьи Кусаются Больно Чтоб ты даже Не ко мне Бал Давай ему Нуж дам Где Нуж Находится А мачете Мне подашь Конечно Вот оно Дикий Лосик Блин Я думаю Что Столько Муравей На Иване Сейчас Я думаю Что Надо Сейчас Надо Сдаться Купаться Купаться Пойдет Наш Иван Красавец Красавец И второй Красавец Ваня Просто Ой Ой Сок Пошел Упала Мачете Ух Ты Держи Мачету Мама Блять Уху Давай Мачету Там Здесь Мачета Иванчик Мачету Возьми Мы столько Не съедим Не бросай Не бросай Не бросай Ой Там и эти Лизер Все Не могу Блять Все Достаточно 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 Прыгай Не убивай Больше Муряков Посмотрите Какая Красота Вот Столько Ух ты Мне укусил Муравик Но мне Только Один Укусил А я думаю Что Ивана Укусило Где-то 100 Или 200 Муравиков Жалко Парня Он Ну он хороший Парень Для Своей компании Он Просто За столькими Муравиками Красными Муравиками Столкнулся О Вот Сейчас Себе Холодить Яйца Потому Что Я думаю Что столько Муравиков Покусал Его Яйца Что Они Будут Такие Большие Как Как Яйца Элефанта Как Слоня Слоники Теперь Ты Понимаешь Что Значит Украинский Дуб Это Украинский Ну Это Просто Просто Класс Я так Ненавижу Муравиков Красных Муравиков Это Была Жопа Там Просто Осиное Гнездо Муравьев Мачете От Блэйд Бразер Сейчас Пойдет Вход Пальцы Только Не Порежь По Классике Это Надо Делать На Листьях Зачем Ну Слушай Ты Решил Вообще Прям Блин Тут Устро Готов 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 Дичечка Какая Красавица Влад Тебе На Правах Гостя Первый Первый А А Они Брызг Красавица Давай Рафа Давай Давай Главное Пальцы Аккуратно Пожалуйста Да Пальцы Надо Аккуратно А то Знаешь Как у нас Говорят Два Глаза Роскошь Один Ни К чему Все Это Мне Ребята Блин Конечно Березовый Сок По-моему Сильно Переоценен Когда у Тебя В руках Есть Кокось Сок Пошел Найс Вы 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 Березовый Блин 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 Вау Давайте Выпьем За Дары Природы За Дары Природы Хороший Тост Выпьем Свежевыжатый Кокос Реолик Офигеть Чума 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 Это Хорошее Кстати Слово Почему У меня Такое Легкое Ощущение Наш Как Арбуз Ребята Вот так Вот мы Идем Вдоль Пляжа Двигаемся На наш Поин Для Ночлежки Нежданно Негаданно Такие Таблички Правит Прапорти Отсюда Вопрос С Какого Это Хрена Во первых Кто Это Такое Придумал И Что Это Заправит Прапорти Здесь Тоже Не Садиться Не Занимать На Каком Основании Кто Это Придумал Любопытно Но Мы В режиме Туристов Я Думаю Мы Не Будем Хамить Уважаем Территорию Других Людей Раз Кто Это Сделал Наверное Он Имеет Какое Основание Ну А Сам Факт Что Вот Такие Вот Места Можете Встретить На Гавайях Посреди Океана Пару Пальм И Таблички Что Это Частная Территория Но Мы Двигаемся Дальше У нас Своя Задача Ребят Когда Вы Гуляете По Гавайям Можете Увидеть Такую Табличку Будьте Очень Аккуратны Потому Что Тут Отдыхают Морские Тюлени И Они Действительно Отдыхают Лежит Морской Тюлень Есть Табличка Есть Морской Тюлень Все Понятно Туда Ити Нельзя Нельзя Трогать Wild Life Это Называется Запрещено По закону Их Тревожить Рафал Что Это Ты Принес Это Морской Огурец Он Очень Вкусный Жаренный Вот Пис Испугался Испугался Так Он Живой Конечно Это Мясо Это Его Морда Да Вот Так Вот А Где Ты Его Нашел В Океане Ты Его В Океане Только Что Ты Вечно Тянет Какие Приключения Тот И огурец Морской Огурец Мы Не хотим Его Жарить Мы Червей Не Очень Хотели Это Морский Огурец Это Типа Бринцы Маленький Детки Могут Плакать Отпусти Огурец Самое Интересное Насчет Морского Огурца Что У него Рот То же Самый Как Жопа Я Не знаю Как Это Сказать Смотри Ты видишь Он писан Он же и пописан И пока Ковараван Огурца Мы не будем Это есть Извини Пожалуйста Мы Это Не будем Прощай Морский Огурец Ребята, тут знаменательный момент. Мы пришли на самую северную точку острова Оху. Это самый-самый север острова. Блин, надо где-то сейчас еще немножко потусить и потом пойдем разбивать лагерь. Посмотрим, где мы его разобьем. Обалденное место. Очень зелено. Красивая сочная зелень на песке и облагорожена такими дорожками, чтобы люди не ходили, не сували свой нос куда не надо. Потому что в определенные сезоны сюда приплывает большое количество тюленей размножаться и стараются их беречь. Но это первый раз, когда я попал на самую северную точку Оху. Мелочь, а приятно. Двигаемся дальше. Шли-шли, нашли рыбака, который ловит неводом. Просто закидывает и вот так вот вылавливает рыб. That's so cool. So. Good enough for dinner. Alright. For myself and some of the families. Here we go. у нас еще осталась нормальная мэри это у нас зарядка влад заряжает а это влад колдует что-то будет у нас до завтра двигаемся дальше блин как тут красиво и такая воронка огромна вода просто блин пушка ребят спасибо большое за просмотр надеюсь не разочаровала вас вторая серия третья серия будет просто пушка я уже начала монтировать очень красиво такая сочная зелень и наша ночевка навряд ли оставит вас равнодушными